Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас супер важная и интересная тема, а именно установка альтернативных операционных систем на Mac. Именно с процессором M1, потому что с Intel. У меня уже, по-моему, было довольно много видео разных по поводу того, как можно грузить разные операционные системы на Mac с Intel. Но то было давно, и, в общем-то, уже время прошло. А что, если мы поставим Linux на компьютеры с чипом Apple Silicon? То есть, M1, допустим, в моем случае. Реально никогда не пробовал, поэтому сегодня будем ставить Asahi Linux. Почему я вообще все это делаю? Какой в этом смысл? Смысл, собственно говоря, один. Попробовать, увидеть, как вообще, в принципе, open-source системы работают на этом железе. Потому что то, что нам дает Apple, в последнее время, ну, мягко говоря, не радует. Особенно сейчас они начали всякий интерфейс со стеклом делать, добавлять какие-то фичи, всякие эффекты и прочее, прочее, прочее. То есть, вообще, движение пошло совсем не в правильную сторону, на мой взгляд. Не в плане именно наработки новых фич, развития системы, а просто пошел какой-то банальный маркетинг, добавление каких-то рюкшечек, там, окошечек, кнопочек. Ну, это вообще не знает. Ну, то есть, Apple, это всегда был какой-то баланс между красивым видом и функциональностью. Сейчас этот баланс постепенно стал нарушаться, и вместо него появляться стали вот такие странные, неинтересные вещи, как вот стекло тоже. Поэтому давайте приступим к установке Linux, вот на это вот железо. Итак, друзья, по сути, мы готовы к установке Asahi Linux. Заходим на веб-сайт, и все, что мы видим, буквально вот одна команда. Сюда вот ее копируем и запускаем терминал, и после этого сможем поставить. Так что просто вводим спокойно эту вот команду, и запускаем ее на чистой системе. Повторюсь, я тут все постирал. Готовлю вообще этот ноутбук к продаже, посмотрим. Потому что, ну, хочется что-то помощнее, чем M1 чип. Ну, давайте посмотрим. Сколько же по времени-то все займет. Так, нужен root-пароль, вводим пароль, и пошло дело. Спрашивает, что готовы ли мы готовы. Конечно, готовы. Итак, у нас есть partition, вот какой, Macintosh. Что мы хотим с ним сделать? Resize an existing partition to make space for new OS, или quit without doing anything. Ну, конечно же, мы хотим сделать resize partition, потому что у нас есть уже один partition для нашего дорогого Mac, который мы не факт, что еще будем использовать. Но давайте выберем вот что. А, кстати говоря, да, вот первый partition есть и второй. А pfs это, по сути, backup partition для macOS-системы. То есть, по сути, резервная копия с образом системы. Поэтому, конечно же, нам нужно делать resize этого первого partition. Выбираем. Значит, action мы делаем R. You can enter a size such in 1GB fractional. Давайте под систему оставим 40%. 40% под текущую систему. Не знаю зачем. Но посмотрим. Min. Shrink. Еще можно сделать, видите, минимальный shrink. MacOS is much as safely possible. То есть, вообще минимум. Выделите операционки и ничего не оставим практически. Но мы выделим 40% под текущую ось. Так, поехали. Note, your system may appear to freeze during the resize. This is normal. Just wait until the process completes. Ну, короче говоря, да. Может система подвистит немножко. Будем ли это делать или нет. Ну, yes. Кстати говоря, я вам тоже советую сделать полный backup данных. И не надеяться на то, что там что-то все пойдет по плану. Так что вот оптимально. Изначально уже сделать чистую систему. И с ней уже делать эти все операции. Интересно, сколько займет скачивание вообще образа Linux. Вообще интересно. Ребят, реально, вот поставите Linux на Mac. А на Intel'овский Mac. Это был вообще абсолютно простая задача. Ставим бутлоадер. Ставим любой Linux, который хотим. А здесь же это целый процесс. Итак, resize произошел. У нас, значит, теперь осталось только 40% под систему. Остальное под Linux. Нажимаем Enter. И пошло дело. Так, что мы хотим? Значит, install OS into free space. Как у нас free space теперь есть? Давайте посмотрим. 147 гигов. Ага. Resize existing partition to make space в any OS. Нет. Could we do anything? То есть выйти, ничего не делая. Нет. Нам нужно install OS into free space. Нажимаем F. Поехали. Так. Choose an OS to install. Fedora Asahi Remix в KDE Plasma, значит. Fedora Asahi Remix с Gnome. Сервер минимальный. UEFI Environment Only. Так. Так, 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 так. Ну, в общем, KDE я не очень люблю. Скорее всего, я хочу Gnome. Серверная версия мне не нужна. Поэтому давайте ставим второе. Gnome. Fedora Asahi Remix с Gnome. И поехали. Хотя, KDE тоже, в принципе, неплохо. Все-таки я привык к Gnome. Так. Minimum required space for this OS 27 гигов. How much space should you allocate to the new OS? Да нет, max. Max, да. Min for smaller available space. Max пишем, да. Ну, в принципе, это дефолтная опция, поэтому пишем max все равно. Хорошо. Поехали. Enter name for your OS. Fedora Linux пишем. Так. Поехали. И теперь будет скачивать у нас этот пакет. Довольно быстро скачивает чего-то. Ну, опять же, что-то не так с этим прогресс-баром. Как-то оно весьма странно себя ведет. Add in partition EFI, значит, создает partition EFI еще один. Еще один получается, да. Partition boot, root. Господи, сколько разных партишенов добавляется. Installing OS. Так. Open files. Господи, сколько всего. Интересно, сколько занимает сам образ операционной системы. Тут немножко не ясно. Так. Extracting boot image. То есть, он копирует с одного раздела в другой. Тут, короче, много чего происходит, ребят. Нужно разбираться, конечно. Но этот питоновский скрипт довольно шустренько отрабатывает. И поэтому, я так понимаю, скоро мы получим готовую систему. В общем-то, я этому чрезвычайно рад. То есть, ребята, судя по всему, провели довольно большую работу над тем, чтобы создать этот интересный образ. Так. Learn more. Тут, наверное, у нас будет всякая интересная информация. Ну, в общем-то, даже скриншотов почему-то нет. Странненько. Скрины бы хоть добавили. Вот. Ну, в общем-то, весьма интересно. Уже года два хочу это все поставить. Но всегда кажется, ну ладно, вот у меня уже Mac есть. Mac OS, да. Ну и зачем что-то сюда ставить? Но по факту мы видим, что Mac OS, он... Ну, это ограниченная система, так или иначе. Даже Windows, ну, куда более открытая система, кажется, Windows, да. Но хотя бы в Windows очень много всего можно поменять, изменить и переделать. В Mac все-таки посложнее с этим. Итак, друзья, смотрите, что происходит. Extracting root image закончился. Теперь он докачивает дополнительные файлы. Допустим, mozilla.openh.rpm. То есть пакеты ставит дополнительные. Итак, что-то здесь у нас по итогу развалилось. Exception code. Ну, это же Linux, естественно. Идеально тут быть ничего не может. Что-то развалилось. Handshake operation timeout. Ха-ха. Да. Так. И что, почему? И что вообще? Давайте откроем дисковую утилиту. Господи, что тут все? Fedora Linux наставился тут. И что дальше? Оно как бы грузиться-то будет или нет? Давайте еще раз запустим скрипт. Проверим, как вообще все работает. Вот. Repair and complete installation. P. Installation submission files. The tool can only repair and installation complete at the first stage. The first stage is the same. The design of the update. Please delete the partitions. Офигенно. Если что-то не так, то давайте, значит, перезделайте перепартишн всего. И тогда докачайте файл. Bootbin submission. Я сейчас еще не удивлюсь, если система после этого вообще не загрузится. Ха-ха. Давайте попробуем. Сейчас вообще не удивлюсь, если она даже не загрузится. Нет, грузится Mac. Давайте откроем дисковую утилиту. И... Что у нас? Fedora Linux. Наверняка же можно как-то вот... If I поставил что-то здесь какой-то свой. Да уж. Ну, делаем удалить. Выполнить не удалось. Прекрасно. Готово. То есть просто так она еще не удалится. Ха-ха. Невозможно удалить. Хоп. А нет, удалилась. Ха-ха. Ха-ха. Господи. Попробуем еще раз. Итак, у нас есть Apple 4S. Вот потом есть какой-то еще 250 гигов. И Linux File System 140. Что-то еще... Не знаю, зачем нам это. По идее, нужно бы все эти разделы подчистить по большому-то счету. Но новая дисковая утилита, она, честно говоря, так себе. Resize. Да мне Resize не нужен делать. А что он ничего не предлагает, собственно говоря. Да ё-моё. Не удалиться не хочет. Честно говоря, знаете что, давайте перезагрузимся в recovery режим. Нужно полностью выключить. Потом нажать, держать пау-кей. Сейчас не удивлюсь, если вообще ничего не загрузится. Поехали. Нет. Что-то грузит. Вот параметры продолжить. Ну. Так. Дисковая утилита. Итак. Но почему нельзя стереть, господи? Почему эти контейнеры нельзя удалить? Так нет. Мне просто терминал нужен. Диск утиллист. Собственно говоря, вот они, эти партишены. Вот. E5 Fedora. И Linux File System. Вот надо убрать. Диск 0s4, S5 и S6. Здесь у нас какой диск? Диск 0s4. Сейчас попробуем, посмотрим, сработает или нет. Диск 0s4. Так. Ну, хадмаутинг. Отлично. Сработало. Тиллист. Что осталось? Осталось у нас дело за маму. Кстати говоря, давайте, знаете, что установку я отсюда запущу. Система. Потому что это будет логично. Хотя не уверен, что здесь Python. Если что, вот Python есть в этой системе. Сейчас он Python. Python нет. Поэтому скрипт не отработает. Прекрасно. Так. Диск 0s5. Еще осталось почистить. Диск 0s5. Чистим. Диск 0s5. И диск 0s6. С6. Так. Все. Набираем диск витивный лист. Физика будет не снутри. Это APFS, APFS. Вроде ничего здесь такого. Нет. Физикл 100. Все вроде нормально. Так. Теперь смотрим. Завершить. Дисковый тилит. Все. Контейнер диск 0s2. Фиг его знает, что это такое. Давайте его тоже, наверное, почистим. Буквально. А теперь это APFS. Вроде бы он не мешает. Ну, давайте посмотрим. Перезагрузимся. И глянем, что из этого получится. Ну и пробуем снова. Кэрл запускаем. Так. Все. Значит, choose what you want to do. Теперь у нас получается все нормально. Install to free space. Resize. Нет. Ничего. Нам нужно сделать install to free space. Давайте вместо gnome попробуем что-то другое. Пускай будет Fedora, Asahi, Linux 42 минимум. Да. Минимальное поставим что-то, чтобы он ничего не прокачивал. И вот так же. Тогда уже попробуем. Без KDE, без ничего. Давайте минимальную четверточку поставим. Так. Max. Значит, all available space. Здесь ставим, да, Max Linux просто. Итак, recovery volume у нас готов. Сейчас посмотрим. Итак, downloading extra files. Все вроде, но extra file скачало. Уже хорошо. Лишних файлов нет. С этим не OS, а с default boot volume. Окей, bootloader сейчас поставит. Надеюсь, он не завалит мой bootloader для macOS. Итак. Help, prove us, Asahi, Linux. Would you love, blah, blah, blah. Report. Report, you install. No. Нет, конечно. Никогда в жизни ничего не надо отсылать никому. Так. Нет. To be able to boot in OS, you need to complete one more step. Please read following instructions carefully. Fever the solution on bootable state. Ничего себе. Прям как угроза. When a system shuts down, follow these steps. Короче говоря, если что-то не сработает, придется заново все переделать. В общем-то, выключаем систему полностью. Нажимаем кнопку power. Держим. Выбираем Linux там. Если выберем не Linux, то выбираем, что-то от macOS получается. Да? Ну, сейчас узнаем. Короче говоря. Pre-center to shutdown the system. Угу. Полностью выключает систему сейчас. Ясно. Итак, система полностью выключилась. Ждем 20 секунд. Итак, нажимаем power и держим его. Удерживает до перехода к параметрам запуска. Итак, у нас появился Linux. Видите, еще одна опция загрузки Linux. Отлично. Выбираем Linux. И он нам грузит его. Восстановление macOS. Потом, значит, у нас Asahi Linux Installer. Second step. Короче говоря, заставит нас еще два раза залогиниться по-моему в систему. Ну, в принципе, по себе, то нужно все правильно отработать. Ага. Все. Просто юзер без заглавной буквы. Поехали. Local policy agrees on progress. Призывает. Грузит. Ладненько. Сейчас должно отработать. Посмотрим, что теперь произойдет. By setting custom boot object you will be putting system into permissive security. Ну да, короче говоря, мы меняем security нашего Macа. По сути, jailbreak Macа происходит. I should want to do this. Ну, конечно, yes. Иначе вариантов нет. Yes. Хорошо. Снова юзерный метод. Юзер. Главное, ребят, пишите юзер вот так вот. Не с большой буквы. Иначе он может не отработать. Вернее, точно не отработает. Юзер. Снова пароль. Station complete. Press enter to reboot. Ну, теперь смотрим, что из этого получается. По идее, должен грузить бутлоадер Linux. И оттуда мы уже выберем, что нам нужно. Либо Mac, либо Linux. Я надеюсь. Как обычно. Во! Точно, смотрите. Fedora грузится. Вау! Класс! Так. Значит, Fedora, Linux. Почему-то не работает клавиатура. Ага. Грузит. Decompressing Linux kernel. Да. Что я сделал с системой? Вау! Пошла лепота. Линуксовская. Так. Грузимся. Please make a selection. C to continue. Qt exit. Ну, хорошо. C, да? Пускай будет. Make a selection above. C to continue. Ну, что? C. Еще у меня по кругу спрашивают. Qt to quit or R to refresh. R to refresh. Так. Language settings. Network configuration. User creation. Time settings. Root. Пассворт. Или пятый. Create user. Ну-ка, selection above. 1. Create user. User creation. Create user. Full name. User name. Ну, так что выбрать-то надо? R to refresh. Create user. 2. Full name. Окей. Full name. Ну, приставь. Ну, пускай будет Дмитрий. Так. Selection. Full name Dmitry. A user name Dmitry. Use password. Groups will. Ну, set to continue. Ну, KQ, наверное, набрать надо. Еще. Please make a selection. Question. Are you sure you want to quit the configuration process? You might be on the end up in the usable system. Еще иду. Ну, окей. Yes. Я реально не знаю, что-то конфигрирует пока что. Yes. Fedora login. Dmitry. О, это все. Залогинились. Ls. Ls. Who. Все. Вот я здесь в системе. Но, опять же, без сетевых интерфейсов трудно работать. Топ процессы показывает. MC. Mc. Midnight Commander. Ну, abd get, конечно же, работать не будет. Так, нужно еще network configuration сделать. Надо разбираться, в общем-то. Bin. Зайдем ELS Ну, в общем-то, видим, что у нас в бене есть Разные командочки Ну, стандартная линуксовская Шляпа В общем-то, работает Ну, нужно подключить нетворк-интерфейс Разобраться, как И потом можно будет грузить Реально линукс Ну, пока что в таком вот минимальном варианте Можно и прогрузить Ну, что я могу сказать Да, этот скрипт, конечно, сделан Реально для очень продвинутых пользователей Скажем так Автоматом он довольно плохо все ставит По-хорошему нужен тут какой-то более интересный GUI-интерфейс А пока что имеем вот такое Спасибо за просмотр Надеюсь, это было интересно И, в общем-то, линукс на M1 Mac Весьма довольно интересное Изобретение, хочу сказать Ну, не только на M1, а на всех других последующих типах Ну, в общем-то, я получил интересный опыт Любопытный Скажем так Всем спасибо Подписывайтесь И пока Субтитры сделал DimaTorzok